Соленоид центральный на полную длину волны насквозь проходит из двух половинок Бифом в один ряд сразу два провода идут Сейчас получается у нас включен один провод Щуп в режиме X1 Детекторная плоская катушка у нас просто лежит снизу Включаем Сейчас работает и второй конец Генератор подключен одним концом Второй конец висит в воздухе Включаем генератор Ничего на катушке Мы смотрим что наводится в плоскости работы соленоида при подключении за один конец Может что-то навестись только когда он начнет резонить по емкости Поднимаем, ну здесь вот 100 кГц сейчас стоит Я сейчас поднимаю соус выше, вот 200, 300, вот там чуть-чуть меняется 600, 700, 900, 1 МГц, 1 на 2, 1 на 3, 1 на 4, 5, 6, 7, 1,8 Ну и вот здесь 1,9, то есть 1,880 Вот у нас максималка Ну 1,9 те же самые, вот они Значит, вот это фактически режим работы как у Тесла То есть мы его за один конец раскачиваем, емкость этой обмотки Я распихиваю как бы внешнюю среду во внешнюю сторону Ну вот И потом, соответственно, обратно начинает схлопываться, все это дело скручивать Значит, как эта система работает То есть она, во-первых, работает внешняя среда Вот ее Копперфильд, собственно говоря То есть вот это фактически рабочая Тесла Вот мы ей спокойно управляем То есть здесь самое главное, что мы сейчас распихиваем среду И если я этому делаю, что она вмешиваю То есть я резко меняю сопротивление среды в меньшую сторону Все, частота резко уходит Как бы рабочая Система схлопывается Теперь Подключаем в обратную сторону Не в обратном смысле, в вторую проводину Второй слой подключаем То, чего у тебя не получилось Почему-то Подключили Значит, вот мы находимся на 1.9 Включаем Тут у нас небольшое идет превышение Даже того, чего было Но Это совсем не оно То есть он сейчас как бы стоит не в режиме абсолютно То есть Вот ему вторую проводину подкинул То есть получается здесь как Один провод сейчас работает по этой частоте Второй провод его просто чуть-чуть усиливает Он к нему как бы ответный и резонанс То есть по индуктивности и все То есть система только на прямое прикосновение Стала реагировать Внешнюю слабо очень реагирует Нас это не особо интересует То есть мы сейчас уходим ниже То есть уходим с этой частоты Она вот резко тут у нас уменьшается И уходим ниже 1 МГц, 900 кГц Все, вот они свалились Частоты наши 700, 600 Сейчас я вот скручу до 200 Вот оно все в нулях И теперь я по 10 кГц начинаю поднимать Вот он начинает появляться Симфер 230, 240, 250 и 260 Он резко появляется Очень узкий собственно говоря резонанс Вот 260 Сейчас я даже если я его проверну в большую сторону 261 Он уже меньше становится 200, 259 Он тоже меньше становится То есть я там точно настраивал То есть точности до десятых долей И его уже поведение обратное То есть Это емкость, которая всасывает То есть мы получается Мы ее накачиваем Увеличивая приток Если мы сюда подносим там руки, ноги И чего угодно То есть вот этот режим нас интересует То есть 260 кГц Это внутренняя обмотка От того реактора, который строили Если мы 260 делим на 3 То мы получаем вот такое число 86 и 7 десятых 6 в периоде То есть 87 кГц Должна быть внешняя обмотка Которая вот она собственно говоря и есть Вот эта штука, которая у нас намотана Еще до полного понимания этих процессов Она как раз на 87 кГц То есть это вот она по диаметру в 3 раза больше Но она работает ровно на частоте Которая в 3 раза меньше Вот собственно говоря и все Субтитры делал DimaTorzok